Если кто-то сомневается в справедливости слов о том, что архитектура это музыка в камне, тому нужно увидеть готический собор. Город Брюссель, церковь Нотр-Дам-Дю-Саблон, то есть храм Богоматери на песке. Если быть точным, то Саблон в переводе с французского это не песок, а глина. Но храм на песке звучит красивее, таинственнее что ли, наверное поэтому в русском переводе и прижилось именно это название храм Богоматери на песке. Место где расположен храм находится на холме между так называемым нижним и верхним городом. Ниже по холму расположена треугольная площадь Гранд Саблон, то есть Большой Саблон, а с другой стороны храма через улицу площадь, а вернее сквер Петит Саблон, то есть Малый Саблон. Этот сквер разбит в конце 19-го столетия, он окружен кованым забором с 48-ю небольшими бронзовыми статуями, олицетворяющими городские гильдии. В глубине сада стоит двойная статуя фонтан в честь фламандских патриотов графа Эггмонта и графа Хорна. Вокруг них статуя историческим деятелям, так или иначе проявившим себя в борьбе за государственность нижних земель в 17-м веке, когда шла борьба между Испанией и Нидерландами. До 12-го века эта территория, на которой стоит храм, находилась за городскими стенами. В 1304 году Игуменья Конвента, то есть больницы Сен-Жан, отдала часть земель для строительства здесь часовни. Вот тогда и появилась первая часовня или капелла в честь Девы Марии Богородицы. Стройку спонсировали, говоря современным языком, пять гильдий городских войск. Больше всех финансировала гильдия арбалетчиков. Согласно легенде, в 1348 году одной девушке, живущей в Антверпене, во сне явилась Дева Мария и попросила ее взять из антверпенского храма статую Девы Марии и перенести ее в Брюссель. Сев на лодку и преодолев долгий путь по водной глади, девушка добралась до столицы и отдала эту статую в руки представителей гильдии арбалетчиков. Эта история запечатлена в скульптуре, которая находится в церкви Нотр-Дам-дю-Саблон. Легендарная статуя, привезенная из Антверпена, до наших дней не дошла. В 1581 году городская власть оказалась в руках кальвинистов, и они распорядились ее уничтожить, как предмет идолопоклонничества. В свое время эта статуя обрела славу чудотворной, ходили легенды о ее чудесных свойствах, и это привлекало в Саблон множество пилигримов из различных мест. Арбалетчики настолько вдохновились приобретенной статуей, что принялись перестраивать часовню в готическую церковь Нотр-Дам-дю-Саблон. Из-за недостатка средств работы закончились только в 1550 году, при этом на возведение церковной башни средств так и не хватило. Но это не портит храм, а придает ему свое определенное очарование. Обычно главным входом в храм считается тот, который расположен в его западной части и ведет напрямую к алтарю, но в Нотр-Дам тот вход, который расположен в Нартаксе, напротив сквера Птиц-Саблон, этот вход ничуть не уступает главному центральному входу. Обилие скульптуры, обилие резьбы по камню – все это привлекает внимание. Такое ощущение, что оказываешься в какой-то каменной сказке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внутри церкви стены украшены гербами различных гильдий. Главным же украшением интерьера считаются 11 витражей XIX века высотой в 15 метров каждый. Каждая из гильдий в свое время воздвигла в храме алтарь в честь своего покровителя. У арбалетчиков это Богоматерь и Святой Георгий, у аркебузиров, то есть тех, кто стрелял из аркебуз своего рода ружей, Святой Христофор, у мечников и тех, кто сражался на любом другом холодном оружии, Святой Архангел Михаил, Святые Антоний и Себастьян улучшников. В центральной части Нефа находится кафедра, декорированная символами четырех евангелистов и изображениями Девы Марии в окружении святых. А вот и тот вход, который можно считать главным, тот вход, который расположен в западной части храма. Огромная масса статуй, которые сплетаются в огромный каменный ковер, орнамент и, безусловно, это производит неизгладимое впечатление. Субтитры создавал DimaTorzok В завершении можно добавить, что эта церковь известна очень многим не только в Брюсселе, не только в Бельгии, но и по всей Европе. Здесь собираются различные антиквары и в каждую субботу, каждое воскресенье на площади Гранд Саблон можно найти любопытные древности, которые могут украсить интерьер той или иной квартиры. Но, правда, цены относительно высокие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok